В красном углу рядовой Карпов, в синем рядовой Ильин. Карпов начинает первый раунд с агрессивных атак. К концу третьего выдыхается, но и удары соперника уже не отличаются силой и точностью. Победа за Карповым. Думал не пропускать удары, ловить противника на встречу. Ну и так получилось. С незначительным преимуществом победил противника. Это не мясо, не мочилово. Мочилово в М1, а здесь стратегия. Здесь в первую очередь выиграет тактика. Все боксеры этого состязания – военнослужащий 68-го армейского корпуса. Всего около ста бойцов. Назад! Ударь, обернувся, на то же место. Марина на основном бьет. Не лезь, не лезь, не лезь. Тренер Рыбакова кусает локти. Сам он не может подняться на ринг. Страсти кипят не только на поле боя, но и в зале. Рыбаков стойко держится все три раунда и с легкостью побеждает. Кажется, что победитель весовой категории до 75 килограммов уже определен. Но в следующем бою соперник Рыбакова наносит удар в голову. Ринг окрашивается первой кровью. Возле боксера суетится врач, но Рыбаков, несмотря на травму, продолжает бой. Соперник загоняет Рыбакова в угол и наносит последние сокрушающие удары. В этот раз удача не на стороне боксера в красном шлеме. Рыбаков молодец, он стремительный, настойчивый боец действительно. Если бы действительно не вот эта ситуация, попадание было и кровоизлияние износа, то мы бы выиграли этот бой и прошли бы дальше. На ринге продолжаются яростные бои. Удивительно, но после сигнала рефери соперники превращаются в друзей. Это финальные бои, они всегда красивые. В финал выходят более профессиональные спортсмены. Кто когда-либо занимался этим награжданкой и, соответственно, применил в войсках свои умения. Бой Расулова и Магомедова больше похож на танец. Боксеры в один прыжок пересекают ринг, а в перерыве перемигиваются с болельщиками и шутят. Мне кажется, это танец. Я не знаю, махаться руками, то все как людьми идет, не знаю. А вот и местная звезда всех боев, прапорщик Кужугет. Редкие, но точные удары. Соперник повержен. Хотел быстро бой закончить. На силовую хотел. И вот уже на втором раунде нагдан сделал и все. Лучшие из лучших победителей этого состязания будут бороться за честь Сахалина на чемпионате Восточного округа, который пройдет в Хабаровске.